К нашему эфиру присоединяется Питер Залмаев, американский политолог, директор Международной некоммерческой организации Евразийской демократической инициативы. Питер, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, добрый день, друзья. Питер, а с чем связана такая вдруг активность США по поводу передачи Украине F-16 и также уже США подтвердили, что будут обучать наших пилотов? Друзья, помехам нет в звуке, потому что с твоей стороны нет. С вашей стороны все прекрасно. Давайте тогда просуммируем очень быстро, но опять-таки на носу президентская компания 2024 года. И Джо Байден понимает, что вполне реально с его затягиванием на поставок оружия Украине и решительная победа Украины, или по крайней мере значительные дополнительные отвоевания украинской территории, наподобие того, как это было в прошлом сентябрем, перспектива такого крайне усложняется. И вот все эксперты буквально толтычат и украинские, и международные, политическому руководству США и западных стран, что, ребята, кто когда-нибудь выигрывал подобного масштаба войны, ну, во-первых, давайте начнем с того, что подобного масштаба войны не было на европейском, как вы знаете, с конца Второй мировой, а вот кто выиграл без хотя бы паритета в воздухе? Это абсолютно очевидно. То, что, извините за Коломбур, повисло в воздухе, наконец-то добавить на это. Ну, опять-таки, будем говорить, условно дошло, я думаю, что он понимал это все это время, но, опять-таки, нельзя исключить определенные фракции внутри его администрации, вы об этом знаете. Кто-то считает, что есть фракция там того же Блинкина, Остина, проукраинская и пропобедная. Есть такая непораженческая, скажем так, что не дождеств на этой позиции фракция того же Салливана и других персонажей в Белом доме. И вот, возможно, просто это первая фракция, которую я сказал, я взяла вверх, они понимают, что без решительных дальнейших шагов ожидать каких-то скорых успехов от украинской армии просто нецелесообразно и нелогично. Поэтому этот шаг все-таки принят. Опять-таки, Джо Байден, учитывая, что сейчас уже прошел в Вашингтоне, мы об этом говорили, друзья, несколько дней назад, первый дебат из публиканских кандидатов. Украина там прозвучала, и очень неоднозначно критика со стороны публиканцев в отношении Джо Байдена и его украинской позиции, украинской платформы будет, скорее всего, усиливаться. Единственный способ, как Байден может нейтрализовать, это, разумеется, не признанием того, что наша позиция по Украине была ошибочной, я сворачиваю всю помощь, а, наоборот, усилением этой помощи с тем, чтобы Украина смогла добиться результаты, с которым потом Байден пошел бы к своему электорату и нейтрализовал любую критику всяких там Вивеков, Ромасвами и других трампистов. Питер, а можем ли мы ожидать, что по мере приближения предвыборной кампании будет усиливаться только эта помощь? Это прямая зависимость, правильно, да? Это прямая зависимость. И вот то, что, знаете, я немножечко недоценил Вивеков Ромасвами. Я, Алексей, сразу скажу, мы об этом говорили. Я даже тогда на тот момент не мог вспомнить его имя и правильно произвести его фамилию. Сейчас я уже это ошибки не сделаю. Вся Америка услышала это имя Вивеков Ромасвами. Он был самый яркий персонаж на этой сцене республиканской в штате Бисконсин в дебатах. И это был самый страшный, разумеется, участник на этой конференции, который продемонстрировал, ну, кроме того, что он призвал полностью свернуть помощь Украине, он просто прямым текстом сказал, давайте вернем Украину России и таким образом нейтрализуем Китай на этом направлении. И вот Россия таким образом не будет мотивирована идти на сближение с Китаем. То есть вот его опасная позиция по Украине, вот она, ее можно только сравнить с его абсолютной тупостью, извините, абсолютной невежеством международных отношений. Понимаете, я, ну, просто учу. Несмотря на то, что человек действительно красноречивый и был достаточно эффективен, просто это говорит вам об уровне сейчас дебатов в этом стане американской политики, в стане республиканцев, когда вот на одном дыхании человек может, собственно, говорить такие поразительно идиотские вещи. И тем не менее, вот Ромасвамид представляет собой трампийское крыло республиканской партии. Он срывал аплодисменты за аплодисментами. Выглядит более эффективным спикером, чем тот же Крис Кристи, которого было очень мало и плохо видно и слышно на этих дебатах, который недавно приезжал, вы знаете, в Киев. И тот же Майк Пенс, который тоже выступает под дешевыми. И Ники Хейли, которая была неплохая, но, опять-таки, Вивек Ромасвамид ее закрикивал. Поэтому я, наверное, недооценил этого кандидата. Подозреваю, что как минимум своей напористостью он будет весь дискурс республиканский все больше и больше затягивать в свою сторону и пытаться нейтрализовать среди дискурсов голоса, которые поддерживают позицию Джо Байдена и, больше того, требуют более жестких решений от Белого дома. Среди избирателей, как думаете, он действительно может быть настолько популярный вот за счет своих вот этих популистских высказываний? То есть он, в принципе, возможно переубедить избирателя такими высказываниями, как минимум важными для нас по поводу помощи Украине? Несомненно, ради этого говорить о многом. То, что мы сейчас вступили не только в Америке, во многих странах в период так называемой кокистократии. Знаете, то есть там есть демократия, есть клептократия, а есть кокистократия. Это греческий термин, кокистократия, это власть худших. То есть вспоминаем заявление Трампа о том, что украинский конфликт, украинскую войну он разрешит за 24 часа, просто за сутки, то, что сказал Виве Карамасвами, отдать Украину, как будто бы украиночасть сейчас американская, то есть отдать Украину России, чтобы она стала российской. То есть тут даже, знаете, я даже не знаю, с чего начать пытаться даже понять логику этих заявлений, но они свидетельствуют в пользу того, что американцы, к сожалению, изрядная доля американцев вот сейчас готовы кушать, принимать, глотать вот такого рода простые решения, которые, разумеется, не выполняются. Четыре года Тома Трампа мы уже были накормленными этими обещаниями и вот в одночасье разрулить любой там кризис, ядерный кризис Северной Кореи. Поехал, встретился с Ким Чен-Ином, что это дало. Поехал, встретился на саммите в Хельсинки с Путиным, он наговорил ему кучу комплиментов, обвинил западные спецслужбы в дезинформации, при этом выхваляя Путина и так далее, что это ему дало, знаете, то есть это действительно очень сложное время для Америки, для всего мира, когда вот людям в силу тех или иных причин вот хочется каких-то легких решений, своего рода инфантилизация политического пространства. Питер, есть информация о том, что спецслужбы Российской Федерации пытаются усилить влияние США и в Европе для культивирования российских нарративов, Нью-Йорк Таймс об этом пишет. Расскажите об этом подробнее и каким образом эти службы пытаются усилить влияние США и в Европе. Да, я сегодня тоже все утро в эфирах сам говорю, буквально недавно была беседа с Владимиром Огрыском, это бывший министр национального дел Украины, вы знаете, он в беседе со мной сказал, что это немножко, знаете, напоминает, ну, мы все любим институт изучения войны, да, все его цитируем, как и вы, как и я, иногда вот эти организации, в том числе Нью-Йорк Таймс, играют роль таких капитанов очевидности, то есть то, что Россия это делает и в рамках, так называемого Россотрудничества, это многолетняя такая инициатива, которая многие годы уже поддерживает и крайне левые, и крайне правые политические движения в Европе, вот после кризиса 2008 года, которую, помните, рецессию, которая сильно ударила по всем, но особенно, допустим, по Греции, вот в Греции поразительный факт, Россия в рамках Россотрудничества поддерживала два заклятых врага, ультраправых, по сути, фашистов и ультралевых, по сути, коммунистов, Сириса и Золотой Рассвет, так называемые партии, вот обе получали какую-то поддержку и моральную, и не только, от Российской Федерации, то есть, как бы, Российская Федерация всегда в Европе была за любой, скажем так, шухер, выражаясь народным языком, и то, что Нью-Йорк Таймси читал эту статью, знаете, что здесь интересно, разумеется, что в контексте токсичности Российской Федерации, сейчас особенно на Европейском континенте, просто Россия прилагает больше усилий, то есть, транзакционный кост, цена транзакции, да, для нее повысилась, как в обходе санкций получения чипов для построения ракет своих и изготовления оружия, точно так же и в информационной сфере, просто стало все сложнее и дороже, потому что сейчас требуется, что называется, скрывать конечного бенефициара и заказчика этой дезинформации. Если помните, до войны россияне были очень-очень сильно представлены во многих странах, но, в первую очередь, в Германии у них была огромная, прямо напротив Бундестага, лоббистская контора, там в этой же которой сидела и Russia Today, и RT, помним, что российская Russia Today вещала еще до недавнего и на французском языке, разумеется, на английском, на французском, если не ошибаюсь, даже на испанском, сейчас эти лицензии у них были отозваны, наконец-то ее, в принципе, поняли, какого троянского коня они таким образом пускают в свое информационное пространство. Но, опять-таки, нельзя недооценивать возможности России и деньги, которые они на это тратят, и, собственно, коррумпированность их европейских коллег. Понимаете, на каждых сто журналистов хватит буквально одного, который начнет, ссылаясь на какую-то газету, на какую-то статью, какую-то там публикацию или какую-то информацию, начинать введать какие-то дезинформационные вещи, просто далеко ходить не надо, в той же Франции, знаете, все эти раздувания иммигрантской проблемы, раздувания проблемы насилия на улицах французских городов, улицах Парижа, как это подается в французском твиттере, например, что да, во Франции появилось очень много оружия, которое, откуда оно там появилось, с полей более Украина, Украина, коррупированная страна, украинцы продают оружие, которое получают от вас же, а не французских налогательщиков, потом продают и продают это в разные балье, то есть эти пригороды, населенные там выходцами из арабских стран, которые потом используют это оружие, чтобы убивать белых французов, то есть, по сути, вот так это подается, понимаете, очень хитро, ну, опять-таки, белыми нитками можно шить одно. Не настолько, Питер, хитро, чтобы мы это не заметили и не развенчивали эти фейки в наших эфирах, в том числе и благодаря вашей помощи уже не в первый раз. Спасибо вам огромное, мы ограничены, к сожалению, во времени. Питер Залмаев присоединялся к нашему эфиру. Боли рады видеть.